Первое правило, которое усиливает возможность не ругаться, не конфликтовать, это правило, в котором человек меняет свое представление вообще о том, что такое честность и что такое ложь. Ну, это касается прежде всего именно в отношении с близким человеком. Допустим, если я, допустим, поссорился с женой, я подхожу к ней и говорю, улыбаясь, говорю, я прошу прощения, я виноват. Но я на самом деле не чувствую себя невиноватым, вот, и тем более считаю, что я первый должен просить прощения. Она меня спрашивает, ты на лекции говоришь, что ты не считаешь себя виновным, когда просишь прощения. Я говорю, это я говорю просто для словца, а на самом деле я очень считаю себя виновным. Объясняю, доказываю, улыбаюсь, но и при этом абсолютно я не считаю себя виновным. Вот, это чистейший обман. И с точки зрения, как бы, ну, какой-то другой неотношений в семье, это кажется странным. Зачем вообще так себя вести, зачем близкого человека обманывать? Но, когда она меня прощает, я потом узнаю, в чем ее правда, и понимаю, что я правильно сделал, чтобы просил прощения. Потому что она потом говорит свою правду, когда она успокаивается, открывается, она говорит свою правду. Ну, то есть, другими словами, ради отношений можно даже немножко привирать. Так, ну, допустим, вы сильно хотите на лекцию, и, может, подходит, ты сильно вообще хочешь на лекцию или нет? Надо ему сказать, да вообще почти не хочу. Отпустишь? Ну, если ты не сильно, ну, сходи. А если сильно, то тогда не пущу. Ну, то есть, я сильно хочу быть с тобой, но там мне надо какой-то вопросик один решить, поэтому хочу сходить. А так я с тобой сильно хочу сегодня быть. Понимаете, и надо это говорить очень ласково и игриво. И тогда энергия любви начинает действовать. Или, допустим, вы хотите воспитывать близкого человека. Чем более шуточно вы будете общаться с ним, тем лучше он поймет, в чем он неправ. Потому что, ну, вот, допустим, если вы строго сказали близкому человеку, ты вот неправ, том-то, том-то, то это вообще никак не помогает. Вот, точнее, просто вам говорю формулу близких отношений. Любая строгость, вот жесткий стиль, там, строго, вот, больше так не делай, допустим, вы сказали строго. Все, вы теряете отношения. То есть, даже вы скажете, а что, строгости не должно быть в отношениях? Понимаете, если вы по-доброму говорите с женой очень нежно, ласково, и говорите ей, допустим, очень серьезную вещь какую-то, вы говорите ей, ты знаешь, мне кажется, вот это очень опасно. И улыбаетесь так, и уходите. Она это поймет лучше, чем если вы скажете, это очень опасно, понимаешь? И она начнет присти, она скажет, астань мне, что ты орешь? Начнет скандал. Почему так? Потому что отношения с любви, они очень ранимы по своей природе, и в них не предусмотрено объяснять философию близкому человеку. Допустим, ты сажаешь его, начинаешь объяснять ему лекцию. Мне жена говорит лекции, читая своим слушателям. Вот, то есть, она не хочет слушать мои лекции. Ирне, она слушает мои лекции тайком. Но чтоб я об этом не знал. Но если я начинаю ей говорить лекцию, она очень сильно возмущается, потому что это отношения любви, и в них никакого такого философского стиля не должно быть вообще в принципе. Должен быть очень мягкий, добрый стиль отношений. Или, допустим, девушка очень сильно обижается, допустим, на мужа. Это признак того, что она не понимает, как строятся отношения. Если она, допустим, улыбнулась и сказала, я на тебя обиделась. Она таким образом пошла, и полдня не разговаривает. Но он с улыбкой сказал, то в этом случае у него есть возможность просить прощения, вести себя хорошо, раскаиваться. Она оставила ему возможность вернуться, понимаете? А если она очень жестко сказала, она обрубила, ему просто не захочется возвращаться в отношения, потому что мы в основном не понимаем, как вот эта энергия любви вообще движется в отношениях. И из-за этого непонимания столько себе проблем создаем. То есть первое правило заключается в том, что надо понять, что истина в отношениях, когда мы говорим о любви, в семье, то есть об отношениях, да, истина, она совсем другая, не как в деловых отношениях. Там, допустим, ты говоришь, я вот так буду себя вести, да, и ведешь себя всю жизнь, там, пытаешься, или что-то не так, говоришь, тебя, говорят, наказывают. Деловые отношения. Но в отношениях к любви... Ну, допустим, приведу пример. Мне подарили... ну, как бы, сейчас он будет смеяться, это смешно, но, как бы, и просьба не приносить мне подобные подарки после того, как я вам это расскажу. Вот. Я люблю пирог, такой, как творожный пирог, как песочный его называют, такой творожный пирог, и мне подарили на день рождения. Когда мне его подарили на день рождения, я... жена у меня любит дарить все. Сразу вот, что я бы не привез, не принес, она все любит дарить. Мне нравится, чтобы все были счастливыми. Вот. Я тоже согласен с этим, но не в случае с творожным пирогом. Потому что я, как бы, сам его люблю есть. И она сказала, давай, как бы, мы на четыре части поделим пирог, одну четвертую тебе оставим, остальное раздам. Я говорю, давай пополам. Вот половину, как бы, мне, а половину раздаешь. Вот. Она говорит, хорошо, пополам. И разделила на три части. Ставила мне одну треть. Остальное раздала. Потом вечером пришла подружка, нечем было ее угощать, она отрезала ей кусочек от этой моей части, потому что остальное же она все раздала. Вот. И она сама себе еще отрезала кусочек, как бы, и поела вместе с ней мой кусочек творожного пирога. Вот. А потом на следующее утро ей сильно хотелось кушать, а кушать было нечего. И она призналась мне, что я не сильно люблю творожный пирог, но так как кушать было нечего, я его съела. А я в обед спрашивал, а где мой творожный пирог? Она говорит, так его уже нет. Я был, ну, как бы, обескуражен. Мне было неприятно, что так вообще, как бы, я не досталась моего пирога, который я люблю. Но один кусочек, правда, я съел с самого начала. В тот момент, когда подарили. Вот. На этом все и закончилось. Я был, мне неприятно, так было. Я это все переварил, и потом я с печальными глазами рассказал историю о том, как мне подарили творожный пирог жене. Она каталась по полу. Ей было очень смешно это все слушать. Потом я несколько раз еще рассказал трагическую историю о творожном пироге и моем сердце. Ну, то есть, ей было очень смешно, то есть, я, ну, она не чувствовала никакого обвинения в свой адрес, она чувствовала, что это смешная история, и она просто покатывалась. А после этого она никогда так не делала больше. То есть, она как бы оставляла мне творожный пирог. мне было очень колоссальный, но именно он дал очень колоссальный, очень хороший результат. Я на самом деле изучаю отношения в своей семье очень серьезно, смотрю, как вообще они строятся. допустим, допустим, когда у меня жена вешает белье, а я такой, знаете, я хожу очень быстро всегда, не замечаю ничего там, у меня же как бы целая планета и большие дела, только вот белье вешают, как бы, я могу просто задеть, там, пройти, а она вешает так, чтобы потом не гладить, очень аккуратно, и когда она высыхает, все просто блестит. Вот. И, ну, когда она вешает белье, она видит, когда я прохожу, она говорит, подальше, подальше, не подходи. Ну, меня это раздражает. Разок я постирал белье, начал вешать, и жена мимо проходит, я вот так встал возле белья, вот так. Она говорит, ты что? Я говорю, не подходи. Я тут вешаю белье. И она начала смеяться, там, по полу кататься, то есть, она убедила, как бы, себя в этой ситуации. И больше так не велась я больше уже. То есть, я вам рассказываю сейчас, например, о своей жизни, как надо воспитывать близкого человека. Ну, то есть, зачем я вам об этом говорю? Потому что, ну, отношения очень ранимые, хочется все сказать, хочется крикнуть на близкого человека. Таким образом, мы рушим каждую секунду любовь. Потому что, вот это все не работает вообще. Ни принципы, ни правила, ни то, что у меня есть требования к близкому человеку. Все это вообще не работает. Никакие требования он не будет выполнять, потому что любое требование – это нарушение отношений. А правило такое в отношениях, что если я стиль отношений не соблюдаю, то тогда все остальное рушится само. Ну, допустим, мы хорошо понимаем, что надо, допустим, очень аккуратно себя вести с начальником. То есть, соблюдать стиль отношений. Если я там позволю, все это, да и что это мне сказал, то дальше, как бы, надо ждать уже увольнения. Особенно, если место такое, как бы, очень серьезное, которое много желающих, там, и так далее. Но почему-то мы не понимаем, что вот такой же жесткий стиль в отношениях с близким человеком, он дает такой же жесткий результат. Понимаете?